День добрый, друзья! Начнем прохождение последней надежды на самом слаженном уровне. Для начала настроечки Gold Edition модификации. Вот такие вот можете посмотреть. Значит, я ставлю на им солдат 20 тысяч. Задержка без задержки, да? Ммм, интересно. Давайте сделаем задержку один день. Очень интересно играть с улучшенным искусственным интеллектом самое зло. Это тот, который кидает гранаты там и так далее. Обзоры я не изменяю, то есть стандартные. Мои войска ночью видят на 3 клетки меньше, днем на 2 клетки меньше. С чем это связано? С тем, что если наоборот, то фактически ставишь на автовыстрел и отстреливаешь. Идешь стеной и отстреливаешь всех пришельцев. Они тебя не видят, а ты их уже видишь и уже в них стреляешь. Если нужно более подробно по этим настройкам, то скажите. Я вам сниму отдельное видео про каждую настройку. Расскажу как в первой версии, как здесь и почему именно так установлено. Что ж, поехали, да? Так, и сохранился. Итак, самый сложный уровень. Походу я буду комментировать. Значит, планета не земля, как я уже говорил, это прискорбно. Базу можно строить только на одной территории. Видите, полосками выделена территория. Только одну. А игрушки старенькой можно было ставить где угодно, хоть рядом базы. Это, конечно, не очень хорошо. Дают всего лишь один миллион. Два перехватчика, это как обычно. И корабль. Так. По лаборатории. Конечно же, мы сразу идем в лазерную технологию. Так как оружие у нас очень паршивое. Для начала будем использовать гранаты. Сразу вам рекомендую тех людей, которых посылаете на задания, выбирайте таких, которые бросают и стреляют далеко и точно. Это видно по синей полоске, по желтой полоске. Танки тут бестолковые, хотя у них броня неплохая для начала. Как разведку можно использовать. Значит, у тех, которых стреляют они, мы им ставим винтовку. Те, которые бросают хорошо, мы им ставим гранаты. Немножко подтормаживает игра, я бы сказал. Лучше брать одного гранатчика и одного стреляку. комплект, так сказать. И паковать их медицинскими препаратами по самой неболусе. Сила загрузки, в принципе, можно грузить, грузить и еще разгрузить. Так, два стреляющих есть. Броски, хорошие по броскам. Что, опять же, хорошо в этой игре, то, что мы можем укомплектовать и забыть. Он будет автоматически так укомплектовываться. Это отличает от первой версии. Так, стрельба, молодец. Этот странный. Он не стреляет и не бегает. Ладно. Корабль не позволяет больше. Ладненько, хорошо. Кстати, финансирование тут тратится не раз в месяц, а постепенно. Каждый день отнимается финансирование. Это за обслуживание, за исследование, за все, что есть на базе. Производить нам, к сожалению, нечего пока. Патрончиков мы закупим. Винтовки продадим. Ракетницы я не использую. Ладно, парализаторы тоже использовать пока не будем. Хотя... Возьмем пять штук. Не, не будем брать. Будем гранатами глушить. Вот гранат надо взять побольше. И осколочный хмин. Метпакеты очень сильно расходуются быстро. Кстати, на базе у меня один вот такой вот дух пустыни автомобиля. Их считается два. К чему это, я не знаю. То есть можно продать два, потом зайти и выйти, и опять их два. Но это странный такой глюк какой-то игрушки. Сложно сказать, с чем он связан. Какая-то их недоработка. Так, по модулям у нас есть лаборатории, мастерские. Так, что у нас такое? Система обнаружения, центр управления, помещения. Помещения, кстати, никогда нельзя построить больше. Ни здесь добавить, ни на другой базе. Вот это большой минус. Лазарет, лаборатория, мастерская одна. Мастерские и лаборатории уже укомплектованы персоналом. То есть строишь лабораторию, у тебя уже там 10 этих исследователей. То есть их докупать отдельно нельзя. Тоже минус игры. Так, изначально надо исследовать побольше, поэтому докупим лабораторию. Еще одну. Может быть даже еще одну. Ладно, потом, позже. Так, солдаты у нас укомплектованы. Расстановка. Тут даже есть расстановка в самолете. То есть можно поставить или стреляющих, или гранатчиков на первое место. То есть полностью их сортировали такими стрелочками. Это очень удобно. Ладно, друзья. Запишемся. Как начало. И в бой. Кстати, в этой игре есть автосейв. Патрона на ракете здесь отсутствует. Что-то уже не очень интересно. Не реалистично, так сказать. Так, пока день, надо лететь. Ночью вообще крайне не советую. Особенно начальные миссии. Это просто полный капсдец. Разложат вас там, как обезьяна, газетку. Тут-то и днем не очень-то перспективно в начале. Давайте будем почаще сохраняться. Побыстрее пройдем. Сначала в таких играх довольно тяжелые. Что-то он косоватый какой-то. Ну, попал. Умница. Гранатчики валят много. И они фактически являются разведчиками. Ну и страдают больше всего. Поэтому им надо покупать щита. Энергетический щит, так называемый. Один щит компенсирует 3 хп повреждения. Стоит аж 1000 гривен. Ужас просто. Как дорого. Особенно для начала. Когда двигаешься аккуратно, меньше шансов пострадать. Лучше оставлять бойца к потенциальному противнику лицом. Так, броня больше у солдата. Ну и сидя, конечно, и за кустом. Что уменьшает площадь повреждения или площадь атаки. Соответственно, шанс попадания уменьшается. Вот он вылез, а попасть не смог. Потому что я за кустом. На, на тебе гранатку. Кущий, дорогой, кущий. Как-то странно. Они оттуда лезут. Где-то у них там гнездо. Самые опасные типы эти химические. Когда двигаешься толпу, они как валят в толпу. Мало не покажется. Потом еще на следующий ход. Этим же химическим воздействием потравят тебя. Ой, хорошо. Тут точно сейф тухим надо сделать. Пока все так прекрасно. Что же опасно. Так. Так. Продолжение следует... Вот это что по карте нельзя перемещаться, да, это немножко меня иногда выводит из-за равновесия. То есть можно прокликать. Тут надо по картинкам клацать. Надо привыкнуть к этой игре. Особенно после длительного неиграния в нее. Корабль где-то здесь, правый верхний вал. Ох, эти рахиты и мало ходят. Ужас. Ух ты! Как он прямо рядом вылез. Кусты, защищай меня. Ух ты, там еще один. Ух ты, может и еще один. Фу, вот это встреча. Ты, может, из-за гранаты не убиваешь. Бронированные товарищи. Вот и корабль. Так, так, так. Что ж ты можешь? Кинуть гранату сюда можешь? Плазма-винтовка. Хорошая штука. Так, сделаем-ка мы артобстрел. Не попали. Там еще один или два. Ах, ты в танк прямо. Ай-яй-яй-яй-яй. Это он же, кстати. И чуть дальше надо было гранатку кидать. Хорошо, что у него пистолет. Хорошо, что он инвалид по мужу. И стреляет в свой корабль. Но ничего. Одно хорошо умножить на другое хорошо. Итого мы танк не потеряли. Но сохраниться стоит. На всякий случай. Кстати, вот автосохранение, по-моему, каждые два хода я поставил. Это очень удобно. Думать задним умом. Ой. Что-то ходу у тебя маловато, другой. Раз чудесный. Блин, ну ты косой, дядя. Жуть. Жуть. Ладно. Жуть. Ладно. Жуть. Ладно. А чё ж невозможное, если цель есть. Полтысячи денег в никуда. Полтысячи денег в никуда. Ну ладно. Стрельный разок. Ясно, что не попадёшь. Ну, надеюсь... Ну, надеюсь... Ах ты зря, я так надеюсь. Фух, молодец танк. Держит оборону. Так. То, что я вам не рассказал в превьюшке. Значит, вот улучшение своего игрока. Каждого солдата. То есть, можно плюсик поставить куда угодно. Но я предпочитаю, допустим, если он бросает, то увеличивает силу. Сила, кстати, для переноса тоже нужна. И ловкость для начала. Это увеличивает скорость передвижения. Что ж, с победой у нас. С первой. Ну, видите, плазма оружия пока... Не захватим, товарищи. Не сможем. Это лидера надо захватить. Так, 14 дней осталось. Хорошо. Давайте КМС солдатов. Кстати, при наёме солдатов есть отличный фильтр, так называемый. Нанимаем самых быстрых. Так, конечно. Чтобы вам настроение желаю, не иногда словно сезжая. Но, вот видите, слабая españи. treasury operate constante в этом плане. КМС солдат в któremи. Есть много,ujemy нас. Ваш язык мой вokal. Последний час. кстати нанимаются вместе с винтовкой сразу и с тремя гранатами и с двумя обойлами по ловкости этот товарищ меня абсолютно не устраивает я забыл что надо их сразу попродавать с расстановкой что за глюки непонятно отключилась так ловкости в него довольно мало поэтому мы его раз вооружаем и увольняем так я уже честно говоря из салта то забыл что уже где что так это достоинка у нас и и и Продолжение следует... 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 тут кстати режим оставить для автовыстрела и так далее для приседания у каждого свой что тоже очень удобно раньше он был один на всех ага здравствуй здравствуй пень мордастый сныкался здравствуй здравствуй ну блин ну хоть деревья помогли блин не совсем хорошо они помогли та шо что из пляжи будешь делать а мой любимый броневичок так так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, повороты в этой игре... Если поворачивать... Автооставление от D не действует... Это довольно-таки плохо... Можно прокликать... Тут у нас уже лоселый кораблик... Ух ты! Отсюда не будет выходить... Ладненько... Ух ты! Блин! Ты его ранили... Теперь он плохо стреляет... Щиплазма винтовка... Это тебе не сказки... Ух ты! Ух ты! Ух ты! Не Lima! Ух ты! Да! Так... Ух ты! Да. Бесполезно. Граната вверх не действует. Только по бокам отдача идет. Брат, нашел. Ух ты, еще один. Ух ты, ух ты, ах ты. Или их там два, или там. Да, шо ж такое, а? Какое жесткое сопротивление. Угу. Так это первый этаж. Нет, это не первый этаж, это второй этаж. Ладно. Зато корабльцы мы захватили. Токатулку с этого никакого. Ну, ладно. Тебе, дядя, пора бежать. Вот только куда. Даже непонятно где он. Ага. Попался. В этой игре можно взять толстую бронь, маленький пистолет, подойти вплотную и прокачивать себе опыт. Кстати, ОД тратится на каждую пулю отдельно. Что-то уже очень интересное. Наконец-то. Так. Сколько же у вас тут еще, ребята? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестерых я уже положил. Даже семерых, по-моему. Ну, по идее, должно уже закончиться. Не факт, конечно. Но вполне возможно. Вот тут товарищу жить недолго осталось. Ух ты. Ура. Нас еще и повысили. Один. Плазма винтовочек захватил. Отлично. И танк потерял. Так. Это тот, который бросает. Нормально. Улиминем. Улиминем. Один день... Тридцать шесть дней. Тот, которого сильно подстрелили. Ладно, будем без танков. Продолжение следует... 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 И лазерная винтовка. Это та штука, с которой можно почти всю игру лазить. Так, два дня до лаборатории. Мастерскую надо строить срочно одну. Срочно вторую. Надо было их сразу построить. Чем больше мастерских, тем больше прибыль. Не ту кнопочку нажал. Так, исследование надо поднять. Давайте камеру содержания. Тюрьма типа. Построим. Вдруг лидера удастся захватить. Хотя это вряд ли, конечно, в наши-то дни. Тюрьма типа. Звучит��. Тюрьма Эта 추천. Я уже не помню, есть от пистолета какой-то толк или нет. Но делать их с целью продажи всегда нужно. Так, прицель на 130. Урон 50. Да, от винтовки он отличается в худшую сторону, поэтому только на продаже и будем делать. Угу. Угу. Далековато, конечно. Там особо на что-то надеяться и не стоило. Ну вот лазерная винтовочка, это хорошая штука. Кстати, если оружие исследуется, сразу исследуются и патроны. А в той игре было патроны отдельно. Так. Разведчик дает броню, по-моему, первую. Аптечка, понятно. Личинка. Личинка, по-моему, это химическая. Что-то с химией там связано дает. Может быть, даже гранату парализующую. Так, срочно делать винтовку. Так. Срочно делать винтовку. Аптечка. 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 Телешку. Подбег弊. Аллах начина 내�ит. Аллах. rav beach. Пят. Аптечка. Первые месяца, в принципе, такие, ни о чем Винтовка, насколько я помню, продается дороже, чем пистолет Поэтому будем ее делать для продажи Так, раз мы уже все сделали Пора переходить на новое вооружение Правда, это старое вооружение, чтобы оно тут не мешалось мне Вот по поводу духа пустыни, видите, можно его продать, хотя его не существует Вот такое веселье Чуть у нас стрелков много Вот так Будешь медиком С запасным Поставлять лучше в один ряд С гранатой И в один ряд Да, химическая граната Вы можете исследовать И один ряд Стреляющих Тогда удобно Так Химграната Давайте химгранату Исследуем И там, по-моему, парализующая будет следующее Это очень важно Парализующими гранатами захватываются наши самые главные информодатели Кстати, игра делает автосейф при приземлении и при взлете При взлете частенько игра выбивает Не знаю причины этого Но в других моментах я не заметил, чтобы она выбивала Когда-либо А вот когда заканчиваешь миссию И взлетаешь с миссии Почему-то выбивает Иногда Ух ты Это интересная миссия Типа база Это они строят базу Каплика Ух ты Парижа Ну а Сохранится Миссия Ух ты Миссия Рис Типа Миссия Сколько Иногда Миссия Хотя Типа Миссия Типа Пролетели днем, а тут ночь Потому что под землей Еще одна особенность игры Здесь почти все можно расстрелять Любые препятствия И противник этим пользуется Довольно часто Из-за стены тебя как угрухает И потом доказывай Что он тебя не видел Ух ты Хуй зит Мистер Манки Так, 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 так Поэтому лучше граната здесь не кидать Охотник это был Хорошо Так как появляются новые дырки в стенах Из этих дырок лезет много нечисти Всякой разной Так, это все хорошо, но Тут карта немножко поворачивает Блин, сейчас этого пристрелит Это не есть хорошо Может еще и гранату кинуть Тут какой-то обходняк Сейчас посмотрим Стоял боком, меня не видел Иначе бы стрелял бы Значит, может и не заметит Пойдет себе по своим делам В кусты сходить Ух ты, блин Какой химический парень Друг мой Мир тебе И вечный покой Ребен своему спину настрелял Еще и неплохо так настрелял Да, бывает и такое Пушка Детям не игрушка А лазерная пушка Тем более не игрушка И по-моему Тут больше никого нет Оно, конечно, хорошо Если так Но не факт Медика Еще один глюк игры Если закрываешь окно ОД не берется За перелаживание Из руки в руку Поднял и закрыл 28 ОД Так и осталось Экономия очков действия Хотя тут они называются ПД Не знаю Почему ПД Все привыкли ОД Очки действия ОД Очки действия Ну, пока удачненько мы двигаемся. Да, нет тут никого в ладненьком. Тишина. 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 Кстати, противники в этой игре, по-моему, не встают. Я, по крайней мере, ни разу этого не видел. А в том уфо встают. И довольно активно. Упс. Кто-то помер. Ой. Ай. Чуть-то много. Может быть, я даже не туда пошел, в основной группе. И такое может быть. Цвет потушили. Так, ох, и настреляли ж тебя. Друг мой чудесный. Нет, какие-то из Джонни. Два барата акробата. Держи гранату. О, живучий какой. Медика. Блин, Медик только туда пошел. Блин, Медик только туда пошел. Его возвращают. Так, что у нас тут надо посмотреть? Может, я зря сюда и пришел. Есть такое мнение в народе, что здесь никого нет. Ладно. Будем отступать отсюда. Там двоих хватит, я чувствую. Да, здесь еще нет такой функции, как усталость. Бегать можно, хоть забегайся. А там была энергия, так называемая, которая позволяла уставать. Также медицинка. Если начал лечить за 8 ОД, ты можешь залечить его до самого конца, самой медициночки. Автогия была предусмотрена. Каждое лекарство. 10 ОД. Вот такие вот неточности интересные. недоработочки. Гранаты у людей были, они не кидали. Что-то они протупили немножко. Ух ты! Хорошо, как полечил. Хорошо. С Поланчитель х necesтроп. Хорошо. Гранаты. Хорошо. porridge. Хорошо. Хорошо. Послушаем ребят. Хорошо. Почему? Хорошо. деньги деньги здесь лежат деньги большими пальчиками так у нас тут еще не хотела да нифига тут нету зря сюда я вообще и шел ладно а на авто выстреле за спиной оставлять опасно стреляют спину нефиг делать особенно косые начальные бойцы кто большой кусок карты никого нет странно ухты вот те нет никого кто-то таки есть кто-то пик а наверно к птицы ухты что ли товарищ куда он взялся понятно прям в центре карты все-таки там не тупик кто-то таки там есть する придется туда вернуться Хорошо. Где-то тут есть проход какой-то, видать, неприметный. Продолжение следует. Наверное, это он. Продолжение следует. Не зря спрятался. Как-то он меня видит. Ого, он там не один, кто и есть. Продолжение следует. 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 Да, глушающая граната Это очень классная штука Без нее никак Можно палками захватывать Парализующими ракетами Которые даются тут изначально Но то не то Граната это сила Граната кстати это тоже сила Но пока мы их использовать не будем Так, там идет больше денег Надо Подбивать его на поверхности земли Кстати по цвету корабля еще можно Определить расу Но у меня стоит надстройка такая Которая позволяет летать Многим расам в одном корабле К этому разницы нет Цветим Так, что ж ты за девушка такая А, она все-таки стреляет Да, стрельба у нее чуть выше Хорошо Полетели Надеюсь достаточно светло Да, отлично будет Видно все Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что-то еще ни одной Миссии в городе нет Кстати вот Террор в этой игре Довольно редкая штука Один раз я Два раза ее проходил Или три раза Три раза проходил ее Один раз не закончил И всего одну миссию Я видел террора Что-то они не проработали Это дело Блин Вышел и расстрелял Ты был Ну еще хода остались Да че ж ты бросить сюда не можешь Интересно В настройках тут также стоит Солдаты бессмертные То есть после миссии Всех можно полечить Можно поставить то Что они будут умирать Это будет соответствовать Первой версии игры Но тогда надо будет беречь Каждого солдата И прохождение игры Очень сильно замедлится И усложнится С одной стороны Но усложнится Только по Количеству переигрывок Я бы сказал То есть это Сейф И загрузка Сейф и загрузка Поэтому смысла в этом Я не вижу Там включается еще Дополнительная функция При этом То есть солдата Можно полечить вовремя И спасти Чтобы он не помер Это когда он лежит на земле Надо принести ему аптечку Усовершенствованную И тогда будет все ок В первых миссиях Тут довольно сложно Но спасает то Что противник В основном В основной своей массе Косой Как Я не знаю кто Хотя мы тоже Не блещем Меткостью Но вот гранаты По крайней мере Кидает Это не классно Если бы не граната Здесь в общем Эту игру пройти Было бы очень сложно Или очень долго Так Шестый брат Остался тут один Тебе надо подкрепление Также в игре Можно установить Такую функцию Настройка Что последний противник Прячется В оригинальной версии Оно так и есть Но там Случайным образом Определяется Это дело То есть Оно иногда прячется Иногда не прячется Это тоже Очень сильно Удлиняет игру Попался Карасик Прям вплотную Такое редко бывает В таких больших Картах Тем более Летун и шик По земле ходили Интересно У него наверное Там бензин кончился Ух ты Не трогай елку Скоро новый год Она тебе еще пригодится Гринпис против Так тут корабль Тут надо быть уже Поосторожней Вот тут их я чувствую Как гряди 1-6 мы стабильно 1-2 теряем Это плохо Так вот Попался Это плохо Так вот И так вот И так вот Я не знаю Что это И так вот Я не знаю Что это Ах, ты ж негодяй, всё-таки убил мою ёлку Ах, ты ж негодяй, всё-таки убил мою ёлку Серьезно, я знаю какое-то оружие Что-то там бнуло, по-моему Пора выходить, а то мы дождёмся, что лесника завалят вместе с ёлкой Ты бы ни в кого не попал Там в тени ещё как минимум один стоит У промаха хорошая штука, что он может как будто убить сзади Давай мужик в очках, единственная надежда на тебя Говорят, ты метко кидаешь гранату У второго там, по крайней мере, нет Ладно Ах, кто ж стрелял, там точно есть второй Может не там Но где-то он есть Наверное, в корабле, зараза, засел Ладно Понадеемся на реакцию солдат Ага, понадейся, блин Ты ж с хранатами Ах Ладно Странно, он там был один Архи, интересно По-моему, не стрелок Ага, правильно Стрельбу поднимаю Всё чётко Вся молодец Завалило много Крутых дядек Так, у меня там уже куча инвалидов лечится На базе Это не есть хорошо Четыре солдата в строю Девятнадцать, один Надо бы ещё подкупить солдатиков Так, гранатчиков надо взять Тюбер беру Тебя беру У него максимальные параметры Классные Так Это два человека с гранатами Да? Представляешь, я сутки замедления поставил Хорошо Подождём Ух ты Прямо два Вон аглый кабан Вали его Не гадая Так Кто такой? А, это наш человек И это наш человек А вот два сопливчика Блин Вот глюк тоже, да? В расстановке, когда находишься Невозможно На солдате Переключиться на оружие Игра полна глюков И различных непредусмотренных вещей Так Что у нас тут Тут надо на первое место Так Стрелки Стрелки Вот это у нас на первое место Это у нас на последнее О, нормально Так Птичек Вот такими маленькими Мы будем кормиться Корабликами О, менты Кого-то за хром ловят Интересно Развлекуха Рамшат и Джамшут Делают у меня три монта Если слышите Жужжание Веселье Живем и радуемся В процветающей Украине Так Вот эта карта новая Такой, по-моему, еще не было Такой, по-моему, еще не было Такой, по-моему, еще не было кстати после вылета и прилета сохраняются настройки на каждом солдате по поводу там вот этих вот настройщик когда ему останавливаться что тоже радует меньше потом волокиты и времени меньше теряется пока тишина интересно надо будет разбогатеть на энергощиты хорошая штука конечно но дорогая зараза блин каждые три хп стоят космических денег ты бы какая тишина вообще никого нет ага здравствуй дедушка по нас что не может добросить странно если зеленый кружок то где это можно добросить а он что то не может нет not understand ладно посиди подумай над своим поведением так ну зато мы расчистили тут территорию ага толку толку о нормально 40% это хорошая вероятность щейка из дерева спалил по пути снайпер химический брат вот они повалили повалили ребятки блин 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 да красавчики 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 то есть плоды до до Ага. Да шо ж такое? Криворукий ты какой-то. Тик, тик, тик. Так. Хм. Никого уже сняло. Странненько. Вроде были. Я не помню. Без его. Я не помню. Тик. 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 Ах ты, вот он сверху, еще и винтарь у меня такой неплохой. Ага, перед больничкой надо опыта настреляться, да побольше, блин, недобросил, кстати, опыт есть, убийство и опыт отмечается. Не, ну, братья, вам точно умирать вместе. Вот так, о, а вот и корабль, кстати, точно, вот и корабль. Так, подраненный хлопчик, вернее девчинка. Тогда с вами все понятно. Че у вас тут так много? А я сюда ломлюсь. И очень зря. Так, ну, по идее, это все. Так, ронатометальщик. Бросок побольше, силы побольше. И скорости побольше. Было непонятно, кто. Бросок и стрельба одинаковы. Полосатый, надо его посмотреть на базе. Угу, гранаты кидает. Хорошо. О, припасы базарной линтовки. Срочно сделайте. Хорошо, хоть зашел, посмотрел. С запасом. Глушающая граната. Так. Давайте-ка мы еще. Еще одну лабораторию построим. Только день и есть еще. Парочку мастерских. Мастерских. Все слишком сложно ранены. Тюрьму построили. Граната оглушающая. Это самая классная штука. Чтобы захватить. Нам нужного лидера. Так. Тяжелый лазер. Вот эта классная штука. Не позволяет во второй руке гранату держать. Но. При этом. Очень мощный и дальнострельный. Надо его исследовать побыстрее. Так. Что у нас там с деньгами, по-моему. Гранаты обязательно сделать надо. По-моему, надо попродавать винтовки лазерные. Так подозреваю. О, дробовики у меня еще есть. Ничего себе. О, пистолеты. Ух ты, сколько винтовок. Красота. Ну, полтора миллиона денег. Кто-то, когда описывал эту игрушку, решил, что ему денег не хватает. По-моему, здесь денег девать некуда. Не, ну, иногда и будет не хватает. Особенно там в конце, когда строишь этот суперкорабль. Ну, так что, резко не хватало. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. 8 человек тоже неплохо, в принципе. Вот этот тяжелый лазер на картинке. Тут пока еще такого нету, но... Обычно в начале игры, вот почему я сохраняюсь... Просто на выходе с корабля могут 10-15 противников стоять. И тебя расстрелять на выходе. Да, вот такая вот веселая игрушка. Особенно это, когда главу группы расстреляешь. Есть вот такое новшество интересное. Группа... Ах ты, ё-моё. Группа НЛО. За её убийство дают много денег. Ну нафиг, я туда не пойду. Ух ты ж, дядя косой. Рядом стоит, попасть не может. Ну, получить она сдачу. Вон, я 59% вероятность. 2 из 3 промазал. Чудо. В перьях. Да шо ж ты ж ляжешь, будешь делать, а? О май гот. Там их несколько. Да, это нехорошо. И самое нехорошее, то, что мы не обнаружили этого товарища, который плюется всякой гадостью. И он ещё раз может плюнуть. А для нас это самый опасный тип. Да, ё-моё. Соколов. Где-то же она, зараза, сидит. И заплевает всех. Ага, вот. Только сюда уже я не кину, жалко. Так мы его задели разок. Эх, аптечек ещё у меня нету, поэтому надо быть осторожным. Ага, вот. чувствую брат ты сегодня будешь нет братом те аптечки едятся блин как я не знаю шо и как находки ранение 4 самом начале так можно не дожить до конца это будет тетю полечить ладно посмотрим что будет дальше раз-два-три противника уже было их тут обычно максимум так что можно сказать половину мы уже укокошили чья рука подбита не из хренов блин меткость сбита да ну не серьезно сбита ну сбитом кукуякова полечить еще и самого меткого товарища подстрелили блин так где наши нет брата далеко убежал и и На чистопоны. Ладно, отойдём лучше. Уже лучше вы к нам. Ух ты, сбоку. Тут корабльная слева, вот здесь внизу размещена. Шатание отсюда, пруть и пруть. Ну, то ещё неплохо. Всё 2%. Ты ещё не безнадёжная девочка. Да не мотут место под корабль. Странно. Всё. 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 Меткий глаз Да, вот он кораблик Кстати, в пределах стреляния оружия нету То есть дальность просто поразительная Ладно, не будем жадничать Отойдем Продолжение следует... Это, по идее, последний Фобус Интересное имя Уже видно обломки корабля 68% и промахнулся 62% 3 выстрела, все 3 в промах Нет, ты косой Это я тебе как медик говорю 72% точности Прикольно Такими показателями промахнулся Но лучше уж сейчас, чем в начале игры С этими пукалками Да, такие последние Отдыхай Да не, ну куда тебе уже круче, отдыхай Лучше ты бегай быстрее Жизни больше имею Бегай быстрее Вот так мы распределим Так, что у нас? 23 февраля Гранаты готовы Делаем просто гений И перевооружаем наших гранатчиков Ух ты, ё-моё, 4 раненых Эх, едить колотить Эх, едить колотить Два лазерщика Три лазерщика Осталось Один гранатчик Два лазерщика И... Давай посмотрим, где ты ставишь Самый ловкий и гранатчик Хорошо Так, что у нас? День, 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 день О, так нормально День это нормально А трое у нас в лауте Ух ты Чё-то интересно 12 дней Какой-то интересный товарищ Такая щекушка у неё Какая-то специфическая Друг чудесный наш ты То есть у тебя кушка Некрасивая Интересно Где-то я его пропустил Интересно Где-то я его пропустил Точно Вырождение Минимальное Так, ну день прошёл, по-моему Да Нормально Ещё четверо подтянулись Так Так Из этих четверо надо Браната Так оглушающий взят На всякий случай Каждому Особенно вот этим вот товарищам Что ещё 26 февраля Это уже второй месяц заканчивается Два месяца за два часа нормально Вполне нормально Нам ещё и фартит Я бы сказал Опять та же самая карта С кактусами С такими С пальмочками Так, ну противников не видать Блин, стрелял в одного, попал в другого Тренний Своего не убей Ты везучий Вечно ему натюкают Будем отступать Ты еще умрешь Ты еще умрешь Ты еще умрешь Ты еще умрешь Ну, покажешь класс Вот с тяжелого лазера Это вполне возможно С лазерной сметовки Это бабка на двое Сказала, может быть даже на двое Ну, ничего Зато стреляем в ту сторону, где куча противников Ух ты, молодец Сказочный стрелок Чтобы не CHANGE Думаю, кружок намотать или не намотать с этой стороны. Ладно, не будем терять время. Я думаю, вряд ли там кто-то есть. Все где-то возле корабля тусуются. Цветок такой прикольный. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, я спрятался там. Их там двое. Ага, ага. А не видно за кактусами? Вот тоже. Ой-ой-ой. О мой Бог. Ух ты, ё-моё, ещё там справа. Ой-ой-ой. Где-то попал. Ах ты, блин, ядрен. Ядрен батон. Та шо ж ты ляжешь, будешь делать. Вот тебе и отрава подействовала. Всех попал. Промазав в эту девочку, попал, блин, в троих. Негодяй. Где же она? Мурда. Африканская. Лови гранату. Так, и где-то тут ещё один кадр. Блин, дадишь? Так, один есть этот. А, вот он. Вот этот меня интересует. Негодник. Так, шо у нас здесь? Стрелок, ворональчик. И ворональчик. Всех подранил. Вот молодец, блин. Везучий, а. Блин, теперь он плохо стреляет. Может, хоть ближнего? Блин, опасно стоит. О, ну хоть ближнего завалил. И на том спасибо. Так, гранаты. Гранаты в разведку. Сядь, подумай, прицелься. И валью. Молодец. Один точный выстрел. Ещё и 102%. Отлично. Так, ну по идее это всё. Может, там ещё один где-то и завалялся? Завалялся таки. Ах, это же негодяй. Убьют моего маленького. Винтовочка у него. Посоруденькая. Это радует. Ладненько. А, так он даже не ранен. Ты молодец. Огельницей. Ой, ельницей. Не полуцей, да. Точно. Метки Джонни. Давай-ка. Ещё одно преимущество стрелять сдалека. То, что если даже он обратит на тебя внимание, защитных действий не будет, так как дальность не позволяет видения. Тебя увидеть. Так, ну всё. Это был последний. Троих повысили, троих ранили. Да, семь на этом корабле летает. Так. Видать, лечение тебе предстоит длинное-длинное, друг мой. Чудесный. Семного лет стрелок. 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 А, это карабельный щит. Угу. Так, одежда лично. Ах, вот лично. Всё-таки переоборудуем их. 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 Два гранатчика, четыре стрелка Лазерная пушка корабля Бронешлета, персонал важнее Ух ты, истребитель Вот это уже второй уровень Вот с этим товарищем надо быть осторожней Этот может и натыкать Сейчас посмотрим, возьму я его вообще или нет Он даже не уберется Нет, я самолет его возьму Наверное Да, возьму, конечно Он третьего уровня уже не возьмешь Есть контакт Фух, не убили Почти Ну один это нормально Вот когда я штук пять Это весело, конечно, будет Почем неча база Я уже и забыл, где ее строить, кстати А, вот построить новую базу Невозможно Там уже есть Бла-бла-бла Так, так, так Давайте к вам на пульсаре База два Про деньги вообще что-то ничего не спросило А, каждая база это миллион Почти миллион, понятно Старые фушки там спрашивали И, в принципе, каждая база по-своему стоила еще денег В зависимости от континента Там, от дальности Там много параметров было Вот и подошел к концу наш второй месяц Два месяца, пожалуй, на этом попрощаемся Что ж, удачи вам, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому